СПОНСОР ПОКАЗА ХАНСА Сегодня я сделал вам предложение, от которого вы действительно не сможете отказаться. Я предлагаю теперь не только вам самим участвовать во всех процессах, которые происходят в кухне. Как раз еще есть возможность в течение летних каникул задействовать ваших деток, которые, возможно, успели уже отдохнуть на остаются считанные недели до начала школьной поры и школьных занятий. Что же тогда делать? Привлекайте их тогда во все, что связано с кухней. Вот почему сегодня замечательные мои гости, Елена и Тая, вместе с нами будут готовить удивительное, любимое всеми школьниками итальянское блюдо. Паста, начиненная рикоттой и шпинатом под помидорным соусом. Прекрасно, да, действительно. И причем мне кажется, что оно должно приготовиться достаточно быстро, в шесть рук так тем более. Если у вас семья еще больше, привлекайте всех к этому процессу, потому что мне кажется, где как ни на кухне можно посплетничать, поболтать по душам, узнать, так сказать, что происходит в жизни юного подрастающего поколения, ну и заодно поделиться, конечно, опытом и рецептами. Ну, во-первых, спасибо за то, что пришли. Спасибо, что пригласили. Спасибо, да. Мы ждали, потому что нам давно уже писали наши телезрители о том, что почему бы не приготовить что-то вот такое семейное, а то вы все сами каких-то звезд время зовете, там звезды нам песни поют, но это тоже не без этого. Давайте расскажем, что нам нужно сделать. И я так понимаю, что у нас есть замороженный шпинат, который мы, в принципе, можем отправить в микроволновку. Неплохо было бы его, да, немного привести в надлежащее состояние. Да-да. Вы пока говорите, у нас как кипит вода с чем и зачем. Значит, так как у нас сегодня паста, мы эту пасту необходимо, естественно, отварить. В данном случае для данного блюда паста варится до состояния аль денте. Аль денте – это значит до полуготовности. В воду мы добавляем стандартно, ждем, когда она закипит, оливковое масло, соль. И она у нас уже закипела, супер, отлично. Тогда я засыпаю пока, да? И, да, засыпаете пасту. Ну, я так понимаю, что можно выбрать такую форму пасты, либо взять… Да, паста может быть различной. Есть такая паста под названием пакери, это еще шире паста, она в виде трубочек таких укороченных. Какая еще есть? А вот эти ракушки такие большие. Ракушек, кончильони, по-моему, они называются, да. Ой, ну итальянцы, мне кажется, в пасте вообще они асы, они… В общем, вся паста, в которую можно что-то вовнутрь заложить, можно использовать вот в этом рецепте. В качестве основы. Как часто приходится готовить вам действительно вдвоем в кухне? Очень часто. Да, то есть ты прям вот помогаешь, помогаешь маме? Да. Мама говорит, где я дал уроки? Нет, мама, вначале, знаешь, ужин, а потом уроки. Кстати, так и происходит. Она вообще увлекается этим не только готовкой, но и кондитерскими. Она печет торты, и… То есть это ее хобби. Ну, за кондитерский я бы хотел отдельно сказать, наверное, большое спасибо, потому что кондитерский – это, наверное, ну, изготовление кондитерских изделий. Это, мне кажется, самый относительно сложный процесс. Надо ли нам сейчас делать тише? А, нет, мы просто снимем крышечку. Хорошо. Вообще пасту варить правильнее со снятой крышкой. Как скажете? И, значит, данный вид пасты отваривается 13 минут до готовности, а я отмечу еще раз, что мы готовим ее до полуготовности. Значит, нам нужно 6-7 минуток, да? Нет, минут 10. 10 минут? Отлично. Да, минут 10 в данном случае, потому что дальше она будет доходить у нас в духовке. Духовку, кстати, мы поставили, да, греть? Духовочку мы с удовольствием ставим. Я так понимаю, нам нужно прогреть ее сверху, правильно? Да. Да, мы прогреем ее сейчас сверху. Желательно верхний жар, чтобы был. Вот. И поставим на 180 градусов, как вы просили, пока пусть прогревается в течение минуток. Вот как раз можем 10 минуток, и у нас она сообщит о том, что наша паста уже отварится. Отлично. Скажите, пожалуйста, что сейчас мы можем еще делать? У нас, так сказать, у вас в распоряжении еще 4 руки. Да, мы можем приготовить начинку для пасты. Значит, это будет сыр рикотта и шпинат, который, надеюсь, уже дошел до надлежащего состояния. Ну, надеюсь, что я дошел, пока вот микроволновая печь мне об этом не сообщает. Так, тогда давайте соус сделаем. Давайте соус. Я так понимаю, что это небольшой секрет для хозяек, да? Да. Потому что есть отдельно, вы говорили... Есть соусы специализированные итальянские, которые делаются из свежих помидор, консервируются, и в основном это проходит на такую несильную обработку. Обработка, да? Да. Вот. В данном случае у нас что тут? Паста. У нас паста. Паста, томат паста. И что мы с тобой, наверное, попытаемся сделать приближенное к итальянскому варианту. Хорошо. Для этого, значит, если вы купили томат пасту, в нее можно добавить, для того, чтобы она была больше похожа на соус, немного теплой воды. Так. Запоминайте, уважаемые телезрители. Зелень специи, зелень сушеная, это тоже очень неплохо. Итальянская кухня любит. Вот итальянцы, да. Сушеные травки и зелень. И травки, и паста. Вот у них сочетание, у них даже есть же, вы сами знаете, всевозможные пиццы или, допустим, те же самые соусы, которые на основе трав. Вот, где просто, грубо говоря, ты ешь траву с хлебом, если так вот утрированно говорить. И, тем не менее, они прекрасно себя чувствуют и прекрасно этим живут и питаются. Можно добавить оливковое масло. Не можно, а даже нужно, потому что это одна из основных базовых вещей в итальянской кухне. Ну, так можно щедренько, потому что... Ну, я смотрю, что в принципе... Придает особый такой специфический итальянский вкус. Итальянская кухня, ну, быстро прижилась вот к нашей кухне, я имею в виду, для наших граждан и тех, кто там живет и работает, и для тех, кто непосредственно живет у нас. Может, вы как хозяйка есть какое-то ваше личное мнение по поводу почему? Потому что мы выросли тоже на каких-то определенных, не знаю, мучных продуктах, потому что... Я думаю, что вот эта вот южная кухня, итальянская, испанская, греческая и балканская, куда входим и мы в Балканы, мы же тоже Балканы считаемся. Она очень похожа обилием овощей, зелени, различных трав. И, конечно же, в данном случае она очень близка. Особенно близка тем, что у нас выращивают много помидоров, и в Италии их тоже большое количество. Конечно, всевозможные соусы они готовят. Вот я добавила перчика немножко, соли. Так, и думаю, что водички еще можно поглить. То есть здесь маленький секрет для наших хозяек и тех, кто сейчас смотрит, а я уверен, что смотрят не только сами хозяйки, кто постарше, но, так сказать, наше замечательное юное поколение. А, возможно, вы захотите сделать сюрприз родителям. Вот придут, они после работы представляют, а вы говорите, мама, папа, идемте на ужин. Я вам приготовила вот такую вот пасту начиненную рикотта с пармезаном, фаршированную, со шпинатом. Я думаю, что они абсолютно не откажутся. Они будут с такой улыбкой на лице, мне кажется, начинать этот вечер, а потом и жизнь ваша тоже, знаете, наладится. То вы так пройдете, и мы там, хочу, вот телефон новый, и тоже вам огорит. Ну, кстати, хотела сказать, что у итальянцев очень вообще развита и очень так сильно доминирует такая модель настоящей крепкой дружной семьи. И, естественно, это все связывается с большим общим столом. Конечно, стол итальянский, это как без пасты или без пиццы. Ну, вот почему, в принципе, сегодня Аль Пачино взял в качестве героя тоже четвертый участник нашей сегодняшней программы. Вот, если вы помните, конечно, не только из кадров киноленты, но и вообще те, кто хоть раз бывал в Италии, понимают, что у них даже их работа, это все ремесленное искусство, которое придается с поколения в поколение. Кто-то обязательно что-то готовит идеально из кожи, кто-то обязательно умеет что-то готовить очень вкусное. И это тоже все вот такое вот, оно очень мануфактурное и очень семейное, то есть бизнес в том числе как бы тоже семейный. Скажи мне, пожалуйста, Тая, а какое твое любимое блюдо? Поменялось ли блюдо детства? Вот, допустим, там, не знаю, пять лет назад ты очень любила что-то, а вот сейчас ты вот уже, ну, не особо, допустим, это ешь. Сейчас ты предпочитаешь что-то другое. Вот какой у тебя вкус детства твоего? Ну, вообще раньше в детстве я очень много кушала разных каш, если честно. Теперь я их не люблю. Теперь уже можно, наконец-таки, позволите взрослую еду, да, уже? Да, а сейчас... Оставьте эти каши. Мое любимое блюдо, это блюдо, которое мы сейчас готовим. О, здорово. Я его очень люблю, иногда готовлю его сама для родителей там, вот. У меня всегда получается, оно всегда вкусно получается, это очень быстро и легко. Это, на самом деле, очень радует. Шпинат у нас, в принципе, разморозился. Да, и я хотела попросить, вот, может быть, Михаил, ты займешься тем, чтобы порубить базилик. Да. Прямо вот листочки так по... Хорошо. Их ровненько, мелко. А мы с Таей тогда займемся начинкой, потому что базилик нам потребуется в этот соус немножко добавить. Да, кстати, я... Чтобы был привкус такой традиционный. Вот у меня почему-то именно аромат базилика, вот, он меня сразу переносит в Италию. Не знаю, почему. Вот тут какой-то вот аромат, который... Я поставлю поближе к тебе. Да, 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 спасибо. Который вот ты вдыхаешь, ты его слышишь, и вот как-то вот сразу почему-то, если базилик, то это где-то, опять же, ближе куда-то туда, к морю, к Италии. Здорово. А что тогда, Елена, скажете вы про свой вкус детства? То есть тоже каши или что-то другое? Нет, каши... А сколько много нам надо базилика? Базилика достаточно. Да? Хорошо. Мелко его порубить. Сейчас я буду его порубить. Да. Что я могу сказать про свой вкус детства? Вы знаете, каши я никогда не любила. Но заставляли здесь, да? Нет, не заставляли. У меня вообще очень демократичные были родители. Они, они очень... Мама всегда очень хорошо готовила, и поэтому она знала, что мы съедим то, что она приготовит, потому что любое блюдо было вкусно. На самом деле я очень любила все, что было связано с овощами, особенно сезон заготовок осенних, помидоры, сладкий перец и баклажан. Вот, вот, вот как-то вот так. То есть без вот этих вот гренок, пирожков и фастыр, да? Совершенно. Вот не знаю почему, совершенно без этого. Вот так. То есть это действительно здорово, потому что сейчас, мне кажется, у нынешнего поколения, конечно, вкусов очень много. Я имею в виду и выбор очень достаточно большой. Вот. Я не знаю, чем вы кормите ваших детей, уважаемые наши друзья, которые смотрят сейчас азбуку вкуса. Но если ваш ребенок уже готовит пасту со шпинатом и соусом и рикотто и пармезаном, я думаю, что можно быть уверенным, что ребенок, во-первых, сам справится. Скажите, а когда Тая, когда Тая начала вот готовить, вы ее сразу приучали к готовке, к работе в кухне? Когда ты начала готовить? Помнишь, что это первое блюдо, что ты приготовила? Нет, я не помню. Ну, это было вот первый класс, это было еще раньше, то есть это вот, когда вот действительно, мне кажется, ребенка можно вот смело уже впускать в кухню, зная, что он не порежется, не обожжется, когда обязательно что-нибудь вкусное приготовит. Я думаю, что лет с десяти можно доверять. Ну, конечно, без газовой плиты, потому что это достаточно небезопасно. И если что-то такое, допустим, салат какой-то, да, то, что из холодных продуктов не надо там, или если помочь что-то отварить, конечно, надо поучаствовать и родителям. Вообще, я считаю, что для девочки сегодня, как ни странно, все любят ходить в рестораны, да, стараемся меньше тратить времени на готовку дома. Но для девочки достаточно, поверьте мне, маме троих девочек, что это очень пригодится в дальнейшем. Потому что старшие дети, например, учатся уже у нас и работают, и им это очень пригодилось. Поэтому с десяти лет, если ребенок проявляет такую, как бы, скажем, тягость к этому делу, да, то, конечно, это было бы неплохо. Поэтому вообще в традициях нашей семьи поддержать ребенка в его увлечениях и стремлениях. Хорошо, тогда, Елена, вам вопрос практически такой же. А сами-то когда, вот, помните, начали готовить? Ну, я тоже очень рано начинаю этим увлекаться. Это было под пристальным вниманием родителей, или это было какое-то самостоятельное? Нет, это было втихаря, чтобы мама не знала. Целый день мама на работе, летом делать нечего, заняться нечем. И вот с подружками, там, начинали тоже с выпечки. А потом уже пришли к более серьезным вещам. Хотя и выпечка не очень легкое дело, считаю. Так, я вот только хотел сказать, что выпечка, по большому счету, вот даже в начале нашей беседы, это достаточно сложная математика. То есть именно кулинары, приготовление десертов относит к какому-то определенному высшему искусству, потому что там нужна максимальная точность. Согласна. Но смотря еще что, есть на самом деле очень легкие рецепты, и очень легко и быстро получается. В частности, вот то, что мы делаем сегодня, тоже, кстати, не очень долго. И я советую всем, если у вас немного времени, сделать вот дома, допустим, на ужин, это будет достаточно хорошее, быстрое. И сильно, да, потому что шпинат, во-первых, обладает безумным количеством полезных свойств минералов. Паста, я думаю, как легко усвоимые, 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 вот. Самое главное, чтобы паста была из твердых сортов. Да, вот, и потому что сами итальянцы, они как бы вот с удовольствием ее едят, и, в принципе, и в обед, и вечером. И я, еще раз говорю, я редко, редко встречаю, скажем так, каких-то пышно телых итальянцев. Так, я тогда оставляю духовку пока, видимо, еще на несколько... Ну, пусть она в любом случае прогревается. Наверное, да, я поторопилась. Значит, можно, да, дальше вот я хотела бы рассказать про эту начинку из рикотты, которую мы будем делать. Что ты-то начала? Надо взять рикотту и вилочку. Немножко растереть. И, да, и растереть рикотту, а потом добавить шпинат. Давай, я добавляю шпинат. Вот в данном случае у нас был замороженный шпинат. Естественно, его надо разморозить, привести до надлежащей кондиции для этой начинки. Можно использовать свежий шпинат, мелко порубленный. Вот, дальше тоже необходима соль. Соль и перец чуть-чуть. Перец совсем немножко. Ну, да, чуть-чуть. И очень такой тонкий нюанс, так как итальянская кухня, естественно, практически, что касается пиццы, пасты, различных мясных блюд, рыбных, практически не обходится без сыра пармезан. Мы добавим в эту начинку... Любимый итальянский клиент. Да, сыр и пармезан. Михаил замечательно накрошил, просто супер. Спасибо. На этом, так сказать, комплименте в адрес Михаила я готов, конечно, Лаверды комплимент адресовать и моим прекрасным дамам сегодня в студии Азбука Вкуса. Мы прервемся на небольшую рекламу, вы оставайтесь с нами, далее мы продолжим беседу и готовить, так сказать, по семейным рецептам сегодня в нашей программе. Возвращаемся в наши сегодняшние разговоры и беседы на кухне. Да, у нас Азбука Вкуса на канале РТР Молдова. Сегодня мы готовим итальянское блюдо, достаточно простое, но когда вы описываете итальянское блюдо, мне кажется, там уже получается какая-то песня. И вообще, итальянский язык, это уже готовая песня. Если вы изучаете его или еще не начали, начните. Вы когда будете общаться, вы уже будете петь. И только после этого можно смело идти в караоке и петь лепса или Саса Михайлова. Сегодня Елена и Тая у нас в гостях. Вот такой прекрасный, замечательный женский, семейный подряд, который вот учит меня сегодня готовить эту замечательную пасту с соусом. Мы остановились на том, что мы отварили, так, до состояния аль денте, мы отварили буквально 10 минуток нашу пасту в воде подсоленной. Туда мы добавили немного оливкового масла. Мы разморозили наш шпинат, смешали его с рикоттой сейчас, посолили, что-то еще куда добавили? Да, обязательно. Вот я хотела попросить терочку для пармезана, такой стандарт итальянский терок, да, для сыра. Натереть мне или ты Тая будешь натирать? Натерай ты. Давай. А то. Вот, Михаил, а ты заканчивай соус, добавляй рубленный этот базилик в эту, да, пасту нашу, этот соус. Мы тоже, мы ее сделали специально. Она, на самом деле, сейчас уже ближе на вид к соусу. А почему? Потому что мы взяли обыкновенную томат-пасту. Конечно, у итальянцев есть отдельные виды уже практически готовых соусов, но мы сюда добавили также немного оливкового масла. Мы это разбавили тепленькой водичкой, чтобы оно было немножко более по консистенции жидкое. Более соусное, да. И больше ничего сюда не добавляли? Соль, травки сушеные. Сушеные травушки, точно. Я забыл же, как же итальянцы и без травушек. И свежий базилик. Свежий базилик, который сразу же придает сумасшедший аромат, вкус вашему блюду, пользу, само собой. Если вы все время проходите мимо этих фиолетовых листиков, друзья, остановитесь на мгновение. Возьмите себе пучок базилика, поверьте, он никак не испортит ваше блюдо. Если еще могут быть спорные вопросы по поводу кинзы, это да, не всем, так сказать, она приходится по вкусу. То базилик это просто идеальное сочетание. Так, хорошо, я сейчас перемешаю этот соус. У нас там рикотта. Готово практически уже у нас. Все, начинка, как ты считаешь, консистенция? Все нормально, да? Так, заранее нашим хозяюшкам тогда, а возможно там не только женского пола, зрительницы у нас есть. Надо сказать, чтобы они приготовили где-то вот такую форму, да? То есть она в принципе вот такая подходит лучше всего, но если что-то наподобие вот такой формы, то ищите. Она может быть в принципе квадратная. Можно как бы и в противне, наверное, приготовить. Да, или в сковороде без ручки, бывают такие сковороды, да? И вот что-то, чтобы толстое было, потому что итальянская кухня, паста начиненная, да, запеченная, лазанья, канеллони, она вся очень, так скажем так, любит, чтобы сохранялись эти блюда долго в теплом состоянии, да. И тогда они, конечно, вкуснее, они как бы доходят в этом состоянии, в этой посуде. Так, командуйте, Елена, командуйте, письма уже размешаны, получается, рикотта. Ну что, нам нужны теперь чайные ложечки, мы берем нашу отваренную пасту, пока ничего, мы должны сначала начинить пасту, наверное, все втроем этим делимся. Возьмем такие ложечки. Возьмем такие ложечки. Да, держи, вот такая. Так, ну что? А куда мы их тогда складывать сразу будем? А, да, точно, тогда давайте это, правильно, правильно, сначала давайте это, тогда Михаил, вы у нас мужской рукой сегодня. Я выстилаю в формочку, да? Да, ничего выстилать не надо, оливковое масло, теперь... Насколько много я вот сейчас вот себе иду. Теперь соус у нас супер, отлично, давайте вы мужской рукой, это будет вкуснее. Да. Мы подготовим такую подушечку, скажем так, для того, куда потом положить. А вы часто, да, если вот на качестве блюда, то есть блюда там на подушечке из пюре, допустим, из брокколи... Ну, сегодня эти понятия вошли уже в домашний лексикон. Нет, я к тому, что оно сразу аппетитно, да? Конечно. То есть сказать просто вот ешь перемолотая брокколи, ну что ешь перемолотая брокколи, а на подушечке из пюре, из брокколи, с добавлением пармезана, ну все уже. Да, все, вот распределяем так более, ага, отлично. Тай, а ты можешь пока вот, допустим, уже начать. Я подстелю тебе под ноги пасту. Мне ставить... Да, вот, вот так, ага, отлично, молодец. И давайте, чтобы нам тогда было удобно, мы сделаем... А я сейчас, я к вам туда сейчас эту формочку ношу. Да, чтобы мы все занялись начинкой. Я предлагаю еще, так как у нас соус все-таки получился густоватый, ну достаточно, я уверена, вкусный на вкус, измельчить несколько помидор черри и тоже туда заложить. Вот, ты знаешь, можно, да, вот на тарелочку. Ну, если нужны еще тарелочки, они у нас, в принципе, есть. Нет, нет, достаточно пока, все в порядке. Так, давайте напомним нашим телезрителям, значит, нам по большому счету ингредиентов нужно не так много. Нет, на самом деле, чем хороши итальянские рецепты, что здесь всегда присутствуют очень качественные, здоровые продукты, качественные, имеется в виду натуральные, ничего консервированного мы не используем. И их всегда не очень много. Этим, за счет этого и получается вкусно, и быстро, и удобно. И удобно, и полезно. Да, получается, что нам нужна будет паста, ну, паста специфической формы, чтобы в нее могла войти эта начинка, сыр рикотта, шпинат, можно свежий, можно замороженный, томат, паста. Тогда мы делаем отдельный соус, добавляя кипяченую воду, немного рубленого базилика, соли и специй, и сушеных трав, и оливковое масло. И, пожалуй, все. А, помидоры черри, да, и, пожалуй, все. Поэтому достаточно, достаточно немного продуктов, не в большом количестве, но получится, увидите, какое, ах, какое вкусное. То есть хочется сразу же глазами, во-первых, это блюдо съесть, а потом уже как бы непосредственно и съесть, потому что я думаю, что и ароматы тоже будут наипрекраснейшие, вызывающие аппетит даже посредством телевизионных экранов. Объясню, почему это испытано на себе. Дело в том, что когда Елена высылала фотографию уже готового блюда, мне сразу же захотелось его приготовить. И я подумал, что это идеальный вариант для того, чтобы и вам захотелось его приготовить. А почему мне очень хочется, чтобы вы захотели его приготовить? У меня тут фартук упал. Потому что это быстро, легко, и это может делать даже десятилетний ребенок. Так, Тая, давай тогда. Да, вот, и это все происходит сейчас на ваших глазах. Давай, я буду продолжать начинять, а ты перекладывай их, пожалуйста, уже в это. Михаил, помидоры, которые порезал, сюда тоже. По краешкам? Нет, можно прямо вот так. Беспорядочно насыпать, да? Да. Вот, такие у нас получились. Видите, уже частично. По поводу пармиджана, конечно, это сразу прямая ассоциация с Италией. И многие шеф-повара, которые участвуют в всевозможных чемпионатах, поединках, вот они говорят, если вам хочется, вот кажется, что блюдо, как будто вот чего-то не хватает, ну вот просто вы не можете понять, чего. Добавьте пармиджану. Вот я тоже еще. Добавьте пармиджану. Можно бросить тоже. И все у вас станет на свои места, то есть уникальное, уникальное сочетание пармиджана. С чем бы то ни было, просто совсем с чем угодно, пармиджану делает фантастическое сочетание, получается, и вкусное. Будешь ты перекладывать их туда, или мне поменяться с тобой, ты будешь начинять. Давай я буду начинять. Давай. Так, ну вот, Михаил, если есть желание, можем заняться выкладыванием наших таких... Я с удовольствием, я вот, наверное, хочу отметить для наших телезрителей, что, возможно, если говорить сейчас о себестоимости всех ингредиентов и всего того, чего вы сейчас видите на столе, где-то в пределах 280-300 леев, опять же, я хочу отметить, что порция получается огромнейшая. Мы сейчас готовим одну маленькую, но если бы мы отварили сейчас всю пасту и посмотреть, сколько здесь у нас соуса осталось, и сколько у нас еще, посмотрите, какой кусок пармиджана у нас остался, посмотреть, сколько у нас еще помидор черри, то есть вы можете, в принципе, приготовить на всю большую семью, а то, вообще, если выходное еще лето и позволяет вам время и возможность, пригласите просто друзей в гости. Часто, кстати, вот выходите в гости и приглашаете друзей. Любите такие вот семейные посиделки? Да, нам повезло, так случилось у нас дом частный, и у нас есть своя прекрасная, замечательно удобная терраса, именно такого размера, потому что мы очень любим встречать гостей, и такого размера, что мы все там, слава богу, вмещаемся, когда не вмещаемся, значит, рядом располагаются кто где. Конечно, это замечательно, летом, хорошую погоду, и очень часто мы, конечно, в основном делаем итальянскую кухню. Ну, Тай, тогда расскажи, может быть, ты мне, пожалуйста, какие тогда вот семейные праздники тебе нравятся? Есть ли какой-то вот праздник, которого ты очень ждешь, потому что именно в этот день, именно на этот праздник готовится какое-то особенное блюдо? Ну, я, честно, не знаю, какой праздник, можно сказать. Ну, что отмечать? Новый год отмечаете? Да, конечно. Восьмой марта, приход весны, 14 февраля. Ну, конечно, мы отмечаем Новый год все вместе, вокруг семьи мы ходим друг к другу в гости, празднуем Новый год, вот. Да, и вообще у нас большая семья, и мы всегда празднуем праздники иногда, ну, да, часто очень. Но есть какое-то блюдо, которое вот ты знаешь, что ты раз в год вот ешь его, потому что вот, к примеру, Новый год. Что-то особенное есть такое? Чего ты ждешь тогда в Новый год, какого блюда? Маму каждый Новый год готовят очень вкусный торт, который я очень люблю, и мои сестры тоже очень любят. Это торт с вишней и со сметанным кремом, который мне очень нравится. Мы его в последнее время вместе печем. Да, да. Уже все научились. Ну, я так думаю, уважаемые друзья, что, в принципе, что тут осталось до Нового года, если так уже рассуждать, больше 6 года, конечно, уже позади. Поэтому, если вас заинтересует десерт, обращайтесь к нам в редакцию. С удовольствием свяжемся с Еленой и Тая, и они нам здесь в студии приготовят торт, потому что, уж поверьте мне, как ведущему, я тоже жду теперь уже вашего Нового года, и вишневого сметанового торта. Мы тоже с удовольствием. Спасибо. Так, я смотрю, что, да, у нас практически все готово, да? Да, у нас, в принципе, Тая молодец начинила. Мы разложили. Так, Михаил, значит, сверху. Сейчас тоже мы раскладываем, выкладываем соус, но уже не так обильно, а как будто точечно на каждую, на каждую вот эту вот нашу. А, в каждую штучку. Все, я понял. На каждую. Желательно, чтобы это попадало, давайте я покажу. Все, 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 я приблизительно понял. Да. Наверное, вот так вот. Вот так, да. Почему так? Потому что, во-первых, густоватый соус, а во-вторых, мы еще помидор добавим между ними, тогда получится то, что надо. Я понял, тогда есть ничем, тогда тоже. Или, нет, целиком, наверное, не стоит, половинки, да. Заняться, да. Очень много будет. Хорошо. А я пока натру сыра отдельно, чтобы потом им посыпать. Сейчас я, уважаемые друзья, покажу, что здесь получается, потому что, в принципе, таким семейным подрядом готовить, во-первых, веселее, во-вторых, это сближает, а в-третьих, подчеркивает, в очередной раз, а мы это хотим донести до вас, определенные семейные ценности. Вот, посмотрите правде в глаза. Сегодня, в 21 веке, родители, конечно же, заняты добычей, обеспечением комфорта, благополучия своим детям в первую очередь, какими-то реализацией своих же, опять же, не забывайте, что у родителей тоже бывают свои планы и свои мечты. Вот, и это все надо успеть. И, конечно, век сумасшедший и динамичный, и мы иногда все оставляем на потом, общение с детьми оставляем на потом, общение с родителями оставляем на потом. А потом, знаете, бывает очень грустно. И вот хотелось бы сейчас такую нотку социальной, нотку человеческой атмосферы вот привнести в нашу сегодняшнюю программу, потому что на сегодняшнем примере наших гостей и даже моего участия, я вот хотел бы сказать вам, если есть возможность приготовить какое-то, пусть самое даже простое блюдо, неважно, выпечка хлеба, намазать бутерброды, не знаю, слепить пельмени, если хотите, может быть, даже просто отварить макароны и какой-то определенный соус, дайте хоть маленькое занятие, но каждому своему домочадцу или члену семьи, и поверьте, это будет настолько приятно, когда каждый, потом поглощая эту пищу, будет понимать, что он к этому приложил тоже хоть какое-то минимальное участие. Да и в конце концов, мы радуемся, когда видим фотографии детей в муке или в каких-нибудь там, не знаю, ингредиентах, почему бы это не устроить у себя дома. Да, вам кажется, а потом мне это все убирать, мне потом это все стирать, забудьте, позвольте, пожалуйста, немножко вот такой вот свободы, свободы общения, и поверьте, это только сближает семью, и тогда, если семьи будут целыми, все в нашем мире будет действительно хорошо, в это я искренне верю. Подпишусь под каждое слово. Все, у меня уже есть два подписчика. А сколько? Ставь лайк и подписывайся на наш канал. Кстати, друзья, если уже говорить об интернет-ресурсах и возможностях, то, конечно, если вы только сейчас попали на нашу программу, мы готовим удивительное семейное итальянское блюдо, которое очень легко готовится вот такой вот, семейной дружной компанией. Вы можете зайти на наш сайт rtr.md, официальный сайт RTR Молдова, найти рубрику программы, найти азбука вкуса, вот, и там уже в азбуке вкуса выберите Елену и Таю, и вот посмотреть, что мы приготовили. Вот, что мы приготовили, собственно говоря, это у нас... Ага, я пропустила дно. Еще не закончили. Я пропустила дно. Еще, еще пару деталей. Предварительно. Да, предварительно уже красиво, согласна. Потому что зеленый, желтый и красный, или зеленый, белый и красный, это всегда идеальное сочетание, потому что это Италия. А Италия это всегда... Вот я тоже хотел сказать, да. ...белла. Это белла, это да, это грация. Хорошо, значит, давайте так, мы еще добавляем Таю. Добавляй сюда помидор, да, свежих. Еще раз повторюсь, если соус, который более жидкий и более идет польпа дель помидори, то помидор свежих добавлять не обязательно. Поскольку у нас мы, в принципе, сделали соус из томатной пасты, это один из вариантов, как сделать себе польпа дель помидори. Да. То есть мы вот решили добавить еще помидору, чтобы опять же придать сочности. Сверху оливкового масла. Окей. Полить чуть-чуть надо. Секретный ингредиент оливковое масло, да? Да, секретный. Так, отлично. Немного Таю. Травы? Да, чуть-чуть. Опять же, сушеных трав различных. Есть различные сборы итальянских трав, называется просто травы сушеные, прованские травы. Можно использовать, они все, в принципе, подойдут. И в заключении посыпаем тертым сыром пармезаном. Вот он, секретный финальный ингредиент, дамы и господа. Я уже его заранее натерла. Иногда продается готовый натертый, можно его использовать, иногда самому можно не терять. Ну, мы взяли кусочек побольше, чтобы, так сказать, если что, можно было порадовать нас и готовить еще что-то с пармезаном. Как мы говорим, пармезаном действительно не испортит ни единого блюда. Это как сливочное масло. Ну, на этом, пожалуй. Все. На этом все, дорогие друзья. Все. Наелись. Наелись. Спасибо вам большое. Спасибо. Нет, на этом не все. Мы сейчас отправляем. На этом оно готово для того, чтобы отправлять в духовку. Давайте я покажу, что сейчас было приготовлено руками двух прекрасных дам в нашей студии. И Еленой, и Таей вот сейчас вот получилась вот такая вот вкуснейшая масса. Честно говоря, она уже аппетитно выглядит. То есть то, что я держу, не знаю, как вам, но мне уже как бы аппетитно. Но, тем не менее, у нас есть еще волшебные 10 минут, которые они должны будут потомиться в нашей духовочке Ханса. Разрешите, Елена, я тогда покажу, как это все сейчас происходит. Та-ра-та-та-тан. Та-та-тан. Да. Отправляем мы сейчас в духовочку. Только я, наверное... Помочь. На противень ее и положу. А я бы на противень положить. Или оставить на нижней. На нижней положила. На нижней? Так. Я сейчас помогу. Давайте я тогда на нижней и положу. Да, вот лучше на нижней. Давайте. Все. С удовольствием. Отправляем туда ровно на 10 минут. На 10? 10, давайте 12. Давайте вот прям с точностью. 12, почему? Для чего мы отправляем в духовку? А вот для чего мы отправляем в духовку, извините, Елена, вы узнаете сразу после рекламы. Мы в ожидании и в нетерпении вместе с вами, наши уважаемые любимые телезрители канала РТР Молдова. Когда же, когда же приготовится наша безумно вкусная паста, как раз начиненная сыром рикоттой, со шпинатом, в этом прекрасном томатном соусе, с базиликом, со всякими травами и специями. А на самом деле приготовится уже совсем скоро, и я думаю, что наша духовка Ханса сообщит нам об этом обязательно. Сегодня, как и говорили в самом начале, мы говорим о семейных ценностях, а возможности всегда в кухне объединиться всем, собраться за кухонным столом или обеденным. Возможно, вы подарите ужин любимому человеку, причем это не обязательно должны делать только женщины. Я сейчас обращаюсь особенно к мужчинам. Ну и, конечно, приятно, когда рецепты и опыт передается из поколения в поколение от мамы и дочери. Но вот теперь вы можете представить, сколько у Елены рецептов в голове, потому что дочери три. Я представляю теперь, что все эти рецепты еще и помножены на три. Отличаются ли вкусы дочерей? То есть вот в детстве приходилось что-то особенное кому-то из готовить? Так как между ними разница по шесть лет, как-то вот я успевала удовлетворить вкусы в детском возрасте каждого, каждый из них. Девочки, наверное, на сегодня, когда мы собираемся вместе, больше все-таки тоже все любят итальянскую кухню, поэтому у нас это традиционно, а по выходным особенно, когда мы собираемся все вместе. То есть в данном случае Италия, как видите, не только свои семейные ценности пропагандирует, вот каким-то образом итальянская кухня, она позволяет объединять... Перенос такой. Да, а почему? Я сейчас успокою, извините, нашу духовку. Ну, давайте посмотрим. Ну, супер, отлично. Мне кажется, что да. То, что надо. Мне кажется, что да. Барабанную дробь. Боже, какие здесь ароматы. Уважаемые друзья, какие здесь ароматы. Вы посмотрите, какое чудо чудесное сотворили наши девчонки в эфире. Так, вы только вдумайтесь, вдумайтесь на секундочку, уважаемые наши телезрители. Итальянская кухня, да? Представьте себе пиццу. Вот она же большая. Значит, соответственно, она на всех членов семьи или на большую компанию друзей. Та же самая паста. Вы же не едите, там, скажем, одну макаронину какую-нибудь, да? То есть ее всегда тоже много с чем-то, опять же, на всю семью. То есть все, что, в принципе, меня лично ассоциирует с итальянской кухней, это всегда чего-то много. Все же самые там тортини и так далее. То есть всего этого много. Так и у нас сейчас, посмотрите, какое чудо получилось. У нас аль денте сваренная паста, которую мы начинили рикоттой со шпинатом, вот сейчас запеклась 10 минут. Я, честно, я представляю, какое оно же вкусное. Не знаю. А еще вкуснее оно будет, когда очень важно, выложено красиво на тарелке. Это называется красивая, правильная подача. Подача, да? Да. И тогда это выглядит более аппетитно и более презентабельно. И тогда мы можем насладиться. Мы сейчас, Елена, все подадим, только скажите, что нужно вам для этого. Обязательно. Значит, мы перекладываем, нам нужна тарелка. Перекладываем. Как всегда, мишка с большой ложкой, так? Так, ну мы можем, давайте я начну и объясню как. Так как они крупные у нас, да, паста крупная, каждая по отдельности начинена, мы можем выложить вот так вот на тарелочку. По отдельности. Очень у нас, нам сегодня повезло, красиво будет выглядеть, знаете, что еще? Потому что помидоры свежие, черри, мы сюда добавили, и их можно как сопровождение тоже. Если надо еще для украшения нарезать, так сказать, чтобы помидоры были еще свежие. Знаете, что нужно? Нужно базилик-листочки приготовить отдельный, но не резать. Хорошо. Дай, возьми, пожалуйста, вот ложку. И возьми помидоры и выложи вот здесь вот. Да, давайте, какие-то два симпатичные. Вот здесь вот можно. Симпатичные листочки-базилика. Так, и вот здесь. Так. Так. Мы говорим, что это особенное. Так, это будет у нас порционно. Ну, если мы за столом находимся, конечно, основное наше блюдо посередине стола. И мама или папа, кто пожелает, выкладывает всем. Это тоже очень здорово, потому что это особый знак внимания, потому что каждому отдельно положили. Давай-то украсим листочками базилика. Вот, я думаю, вот так вот отсюда сделаем. Ну, один сюда можно. Вот так вот. Ну, давай этот. Вот так. И вот теперь, уважаемые, да, наши телезрители, посмотрите, какая красота. Мне кажется, что сейчас уже глазами многие начинают поедать это безумно вкусное блюдо. Потому что, ну, вот приготовить-приготовили, пообщаться-пообщались. Конечно, я думаю, что еще не все секреты поиспытывали друг у друга. Но я думаю, что если вы вдруг с семьей захотите пообщаться, то обязательно поделитесь самым сокровенным. На то она и семья, которая в любом состоянии, в любую трудную и счастливую минуту обязательно будет рядом и поддержит. Когда плохо подставить плечо, когда хорошо, с удовольствием с вами разделить минуты этой радости. Вот, посмотрите, какое прекрасное блюдо. И, честно говоря, здесь сейчас, ну, как говорит моя Татьяна, можно кормить весь Китай. Потому что мы сейчас буквально выложили 4 или 5 кусочков данной пасты. Это на большую компанию. Это на большую компанию. А, сами понимаете, компания РТР Молдова большая. Семочная команда у нас большая. Поэтому с удовольствием мы сейчас это все будем лопать. Но уже по правилам нашей программы, так сказать, не перед вами. Мы это с удовольствием съедим сразу же за кадром. Давайте, наверное, передадим приветы тогда сестренкам. Я думаю, что с удовольствием еще какие-нибудь рецепты мы от вас все-таки получим. И что-нибудь мы еще обязательно приготовим. Это, так сказать, семейный ужин легко. Какой-нибудь вкусный десерт на праздник с удовольствием. Тем более, я знаю, что буквально вот недавно Тая уже готовила подружке на день рождения радужный торт. Да. Из чего? Из чего? Ну, там, яйца, мука, ванильный сахар, разрыхлитель, потом масса сливочная, яйца, молоко. Вроде бы все. А вот это вот цветной тогда, просто я когда-то сказала радуга, я сразу не представила, что это такое. Нет, это, я делала это по слоям, как бы в цветах радуги. Я просто добавляла краситель, перемешивала. А, вот откуда весь этот цвет. Ага, хорошо. Ну, тогда давайте, передавайте сестрам приветы и будем вас ждать с новыми рецептами. Да. Привет, Соня. Привет, Ксюша. Девочки, привет. Привет всем то, что мы сегодня приготовили, попытались Тае предложить и надеемся, что всем это понравится. Желаем вам приятного аппетита и будьте всегда по возможности рядом со своей семьей. Вот теперь я уже подписываюсь под этими словами и тоже благодарю наших замечательных гостей, Лену и Таю. Девчонкам тоже передаем большой-большой привет. Уважаемые наши телезрители, вот теперь пора взять в руки телефоны. Если кто-то из вас сейчас находится поодаль от своей семьи, то наберите их и позовите их просто так в гости. Пока еще лето, пока еще есть возможность, пока все еще, так сказать, не ринулись в круговорот своих дел. И забот, не важно, школа, работа, но, как правило, с сентября начинается совершенно другая суета. Вот найдите эти несколько минут, даже если они сразу не примчатся к вам, вы сможете хотя бы поговорить и, возможно, поговорить, конечно же, о еде. Тем более это тоже исконная итальянская традиция. В некоторых регионах перед тем, как спросить, как дела или поздороваться, они спрашивают, что ты сегодня ел. Потому что для них это тоже определенный культ и неспроста. Ты то, что ты ешь. Да, вот. Я Аль Пачино, друзья. Я его съел, этого замечательного, талантливого актера. А теперь чувствую, что из меня что-то вот льется и идет, остановить невозможно. Будьте счастливы и здоровы, смотрите Азбуку Вкуса, смотрите, просматривайте рецепты. Готовьте, как всегда, с любовью и с душой, потому что только так блюда будут получаться фантастическими. Вам я говорю, грация миле, спасибо. Грация миле, реведерчи. Реведерчи, всем пока. Реведерчи, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин